Пора сделать макияж. Вчера у нас был вебинар по бизнесу, проводил Антон, да, я ему помогала. А сегодня у меня будут съемки, поэтому обязательно беру вот такое вот 6661 тональное средство. Из-за того, что у меня есть раздражение, я беру его из-за того, что у него в составе идет активный ингредиент мастера австрийского чайного дерева, который успокаивает кожу и уменьшает покраснение. Эффект софт-тач делает кожу визуально более гладкой, светящейся и рекомендована для комбинированной склонной к жирности кожи. Загар у меня получается уже сошел, то есть я наношу кисточкой и потом распределяю спонжиком. Обожаю этот спонжик. Кстати, кисточка от Фаберлик и спонжик тоже от Фаберлик. Очень-очень хорошо подлечивает, подсушивает какие-то покраснения, воспаления на лице. Далее беру свою любимую пудру Блёр 6459. Я ее просто обожаю. Она мало того, что имеет матовый такой вот классный финиш, обрабатываю ей полностью все. Но консилером я, если честно, пользуюсь очень редко, потому что он мне мало когда нужен. То есть я просто тоненьким слойчиком вот так вот взяла и просто закрепила. Если где-то есть какие-то явные покраснения, я их уже, если съемки, да, чего-то, я их, конечно, проделываю. Но дополнительно. Но сейчас я буду далеко от камеры. В принципе, мне это не очень надо, но можно. Консилеров у меня куча. Я постоянно не знаю его артикул, потому что тут были наклеечки. Беру наугад. Но это, наверное, какой-то вот розовый, да. И опять-таки промакиваю все. Кстати, если брать не на камеру, а вживую, это может смотреться не очень хорошо, но на камеру это может быть не видно. Поэтому опять-таки припудриваю его, пока он не подсох и все. И красота. Побольше подсушиваю под глазками. Как-то давно мне на обзор пришли румяна в шариках. Такие вот хорошенькие. Вот видите. И вот сейчас у меня в руке розовые мечты. Артикул 3704. И еще есть такие вот посветлее, да, как вы видите. Это уже 3703. Так вот, если 3703, они действительно как румяна подходят, то 3704 я использую как контуринг. И мне очень-очень нравится этот контуринг. Смотрите, они очень темные и очень пигментированные. Надо чуть-чуть, чуть-чуть. У них не очень вкусный, приятный запах. Но я прощаю, я прощаю этот аромат, потому что то, как оно матирует, да, то, как оно суперски делает, да, готовит лицо к съемкам, это просто обалденно. Да, ну, конечно, мне не подошли как контуринг из-за того, что слишком-слишком у меня светлая кожа. У меня даже, видите, все венки видно. Да, то есть вот такая вот белесая кожа. Это очень плохо, потому что за ней, за такой вот сухой кожей, через которую просвечивают все морщинки, в принципе, очень такой, знаете, сложный уход. Обязательно контурирую подбородок. Но я думаю, девочки 30 плюс меня поймут. 40 плюс верни. 30 плюс еще не было таких проблем. И смотрите, получается очень такой шикарный, красивый контуринг. Я прям с него балдею. И потом беру вторую подружку и уже доделываю щечки. Вот тут, да, как вы видите, розовенько. Цвета вроде бы ничего, да, но из-за наличия темных шариков. Конечно, можно было темные шарики выбрать, но я бы их, наоборот, еще бы добавила. И хватит их, я не знаю, на сколько лет, если честно. Вот даже со стороны продаж их неудобно продавать, потому что их хватает на очень длительный срок. Далее мой любимый карандаш 31.30. У меня, конечно же, татуаж. Но из-за того, что я попользуюсь тональным кремом, у меня татуаж каждый раз стирается. И, конечно, это некрасиво. И я кончики и начало дорисовываю вручную. С одной стороны, классно иметь татуаж, когда куда-то соскочил, побежал. Но, с другой стороны, не всегда удобно, когда ты делаешь макияж. Классный вообще карандаш, бомба. Тоже, кстати, беси. Тушь беру Push Up с артикулом 5819. Мне она чем нравится? Ну, вы знаете, нормальная тушь, но слишком уж большая кисточка. И можно заляпать. Отлично. Почему-то вот я заметила, что этой тушью нужно краситься медленнее. Она какая-то тягучая. И тогда она реснички не склеивает. Крашусь ей уже, по-моему, третий раз всего лишь. И каждый раз у меня вот такое вот наблюдение. Ресницы удлиняют на ура. Просто вот их не было, и они бы бац, и появились. Отмотайте назад, посмотрите. Действительно. И сравните. Ну, и побежали по теням. Тени, как обычно, мои любимые, 5739. Итак, беру самый светлый оттеночек, наношу. Смотрю в зеркало, потому что в камеру, сами знаете, неудобно краситься. Просто вот в круговую наношу. Далее беру в виде подложечки вот такой вот светлый оттеночек. Люблю их перемешивать. И кистью для растушевки. Вот компания Фаберли, кстати. Так она называется. Кисть для растушевки. Наношу. Тени полностью матовые. У нас еще появились сатиновые, кто не знает. Но из-за наличия кучи морщинок, да, на веки, я, конечно же, пользуюсь больше матовыми. Если я и накладываю сатиновые тени, то я их накладываю только вот сюда, на центр. Вот. И то вместе с подводочкой. Делаю растушевочку. Кисточка старенькая. Очень люблю розовые блики, поэтому мы еще с вами к пудре вернемся. То есть легкая такая растушевочка, мелкая. Делаю обязательно под глазик, чтобы сочеталось, чтобы глазик открывался. Ну и начинаю наносить вот этот вот коричневый оттенок. Он мне очень нравится. Чуть-чуть сереньким перемешиваю. Тени до такой степени хорошо растушевываются, что с ними вообще нет проблем, ребята. Это просто бомба. И хватает их надолго. И макияж делается вообще мгновенно. Если не болтать с вами, то сократится минут 10. Так, ну и дальше. Дальше, дальше. Я хочу добавить чуть-чуть черненького. Черненький у меня побит. Видите? Разбила его в дороге. Но ничего страшного. Весь не выпал. Пользуюсь. Набираю самый минимум. То есть похлапывающими движениями. Отряхиваю обязательно. Ну вот, в принципе, верхний век и сделали. И сейчас делаем нижний век. Кисточка драная, но моя любимая. Пострадала в посудомойке. Ой, блогеры, блогеры. По одному совету блогера запустила все кисти в посудомойку. И у меня очень много кистей отслоилось. Что очень-очень жаль. Остатками кисточки делаю немножко темнее. Иногда хочется сделать подводку, но не ярко-черную. Да, вот согласитесь, для этого взгляда ярко-черная подводка будет не особо. Давайте вот этот легкий оттеночек такой вот выберем подводочки. Мне нравится делать... Видите? Она не совсем черная. Немножечко цветная. И взгляд получше получается. И нужно подождать, пока высохнет. Не знаю, есть оно такое в наличии или нет. Я же все вип-новинки беру, а потом бабац! Их уже в наличии нет, а я их все трачу, трачу. Ну и еще после нанесения теней я докрашиваю ресницы в черный цвет обязательно. Потому что они могут запылиться. И тогда забыла самое важное сделать. Ну, то есть убрать излишки. Если они есть под глазиками. Очень удобно. Еще раз пойти в эти места, где это надо. Таким вот образом. Ну и помаду я сегодня возьму обычную 40739. Она уже у меня практически заканчивается. Красивый очень цвет. Я обожаю ухаживающие такие вот блестящие, переливистые цветные помады. Которые мне нужно наносить кисточкой. Раз, два и побежал. Они у меня чаще всего заканчиваются. Все равно мы люди такие, мы любим то, что удобно. Иногда еще могу добавить контуринга какого-либо. Хайлайтер, бронзер, значит, запеченный бронзер 6557, запеченный хайлайтер 6556. Беру прям кабуки. Сначала делаю хайлайтер. А потом такой стороной еще доделываю. И вот эта вот кисть. И даже тушевать не нужно. Ничего. Кисть вообще кабуки. Нашей Фаберлик. Не знаю, как другие. Но от нашего Фаберлик она шикарная. И я прям подсела на нее. Вот так вот. Так вот оно все получается. Я готова к съемкам. Да, и к съемкам, к вебинарам, к чему угодно. Мне нравится быстро. Да, то есть вот я сейчас 20 минут делала. Давай еще вот эту прядку подавим. 20 минут делала из-за того, что с вами общалась. А так я делаю мгновенно. Это новая плойка тюльпан. Улучшенная, кто уже видел, это улучшенная версия моего старого тюльпана. Так вот все состынет. Все. Вот красота. Остался лак.